Артисты все так же ходят. Конечно, у них есть главный козырь. Они могут прямо к себе звать. Вот это наша церковь. Видите, как у нас хорошо, у нас чаепитие. Мы так не можем до конца звать. Но Христос и не говорит об этом, что идите на чаепитие, приглашайте. Он же говорит, что ко мне приходите, ко Христу. К Слову Божьему вначале прийти-то надо. То есть вот эти вот слова, они вот прямо к нам относятся с вами. Но мы-то слышали проповедующего. Мы-то знаем, кто будут посланы. И уже многие из нас посылались. И уже на себе плоды уже есть. Когда Господь взращивает через слова, сказанные через проповедника от Господа. Ну ладно, давайте. Еще к словам пророка Исаии, этому ветхозаветному евангелисту. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. К сожалению, вот, ну, можно констатировать, что и среди нас здесь вот. Это сейчас, брат, говорил о тех людях, которые вне церкви, которые плохо слышали, плохо расслышали, может, и вообще не слышали слова Господня. Но здесь среди нас есть люди, которые много лет с нами рядом. Я имею даже наших детей, молодых людей. Уже теперь почти не молодых. Но которые, имеется ли в них вера? Или они только по привычке ходят сюда? Вера-то, оказывается, еще, веру эту нужно, подкреплять нужно. Потому что она без дел мертва. А если мы не производим дела, значит, она, ну, умерла уже, может быть, давно. И все, и только осталось только одно. Я вот недавно совсем разговаривал с сестрою. Ну, по пути сюда, в храм шли, значит, и вот она там высказала такую мысль, которая, в общем, как бы вот для христианина это даже вот не должно быть этой мысли. Я попытался возразить. Один раз, второй раз это вызвало такую бурю гнева, негодования, что ты меня учишь. И потом, значит, мы стали говорить о том, что да вот же люди уходят от нас. Да куда же нам уходить? Да уж мы столько лет. А что столько лет, если мы не подкрепляем нашу веру постоянным изучением, как нам говорит Господь, вникая в себя и постоянно, вникая в учение, и постоянно это делай. А если мы это не делаем, если мы не нудим себя, не заставляем, не изучаем Слово Божие, значит, веру свою не питаем, не питаем Словом Божьим, значит, вера наша что может? Умереть, угаснуть наша вера может. А наши близкие, наши рядом, сидящие здесь вот, близкие наши, они ходят здесь вот, ну, я могу сказать о своем сыне. Мне страшно становится, потому что, это вот мир засасывает, потому что, может быть, скорее всего, есть во мне вина, потому что не увидел он во мне того, что нужно было увидеть, наверное. Потому что слова мои, уже не действуют, это вполне понятно. А образ жизни, действий моих, наверное, как-то его смущает. Или в чем-то смутил, как однажды он запнулся, и теперь не может встать. То есть вот, вот еще в чем дело-то. Поверить, да, важно поверить. А кто поверил? Ну, поверить слышанному еще нужно, потом эту веру-то укреплять нужно, ее питать нужно постоянно. И сами себя мы должны нудить, и постоянно должны быть образцом для тех, которые вокруг нас. Не только слово слышать, но чтобы наше слово не расходилось с нашим делом, чтобы наша жизнь была примером для тех людей, которые слышат наше слово. Не наше слово, а слово Божие из наших уст. Вот эта мысль у меня, так сказать, она вот возникла, и она не сегодня, но только вот сейчас вот, в какой раз, не знаю уже, она возникла, эта мысль, просто ей вот для себя и для вас озвучил. Ну, еще можно? Да, конечно, я хотел бы, как бы не то, что в защиту, а полноту, полнота картины должна быть, а то вы себя так отхлестали. Это хорошо, конечно, покаяние такое, что вы виноваты, что он что-то увидел, и поэтому не идет. Вот Господь наш, Он избрал себе народ. То есть, когда-то Господь не избирал себе народ. Он давал все обильно всем людям, люди не приняли это. Потом образовалось два племени, мы помним, это племя Сифа, где благочестивые люди были, и Каинова. Потом они смешались, и пришлось всех топить. И всего лишь одно семейство правильное осталось. А учение Божие, то есть, рая, абаде, о том, как человек стал смертным, как он предал Господа, все это, оно было у всех, равномерно разлито по всем умам людским. Люди не приняли его. Почему? Потому что было тяжело, кто-то не верил, но и до конца верил, мы видим. И все это осталось с ним. Потом пришло время строительства этой Вавилонской башни. Видим, что один не строил Вавилонскую башню, не участвовал со своим семейством. Его звали Евер. Отсюда пошли евреи. Вот оно, вот этот самый начаток общества Господня. И тогда Господь решил вот именно от этого Евера взять кого-то и дать ему свое учение, которое было разлито каждому человеку, каждому из миллиардов, которые жили, ему вложить. Почему? Потому что он искал, не останавливался, он искал, искал, искал. Тот же язычник. Отец язычник. Все братья язычники. Вокруг все язычники. Жена язычница. Никто ему не мог сказать истину. Господь ему, ему постепенно Господь. И потом в открытую он ему сказал выйти. И он вышел с отцом. Потом говорит, вообще уйди, он вообще уже ушел. Все, уже началась вера. И тогда Господь из него делает целый народ верующих. Но это же нонсенс. Мы сейчас знаем, что нельзя сделать верующий народ. Верующими не рождаются, верующими становятся. Вот в чем дело. Главное тут. И главное не вожжи, которые упали, а руки, которые держали эти вожжи. То есть не тело главное, не голова вот эта макитра, которая сидит за рулем. Вот она смотрит направо, налево, где там светофор. А главное то, что под корой вот здесь находится. То, что в сердце находится. Твои пожелания, человек. Твои, человек, пожелания. Человек, твои пожелания. К любому обратись. И это внутри человека сидит. Он должен, сам человек проявить эту веру и волю. Он должен, если он верующий, он должен что-то простить, что-то уже понять. О чем-то может поговорить. Но не принимать это за чистую монету, что это какое-то новое учение или еще что-то. То есть я об этом и хотел сказать. И Господь, наш Иисус Христос, к чему я подвожу, сделал в себе все новое. из человека. Он говорит, все творю, все новое. И мы видим, это говорил Исайя. Кто поверил слышанному от нас? Исайя, это был один из тех людей, которому Господь доверил почти что всю полноту истины. Даже не почти что, а всю. Просто ему до конца не было открыто, чтобы говорить об этом. А скорее всего, он уже и знал даже многое. Поэтому, для того, чтобы не угасла вера в тех людях, которые были в еврейском обществе, она была вера и у них тоже, но не у всех, конечно. Потому что веру невозможно родить. Ее нужно выстрадать, вот здесь, ее нужно вынести, как это вынес Авраам. И он показал нам, и Авраам явился отцом всех верующих. Одиннадцатая глава послания к евреям написана. И он наш отец всех верующих, мы можем назвать. А те, которые евреи, там неверующие были, да конечно он не их отец, он и говорит, Иоанн Креститель. Или, Господь может из этих камней сделать себе сынов. Вот как. Не то, что там, мы дети Авраама. Вот из этих камней. Ну и, как бы, толкование, там говорит, что он стоял на тех самых камнях жертвенника, которые евреи поставили посреди Иордана, когда переходили, чтобы захватить Иерихон. Это интересный этот момент. То есть, вот из этих камней сделает и все. Они как бы, эти камни освященные, как бы служили когда-то. Ну вот они тоже что-то имеют. Вы, говорит, хуже этих камней даже евреи. То есть, вы освящались предками своими, и вы даже, может, постились, ходили там в Иерусалим на праздники. Но вы хуже этих камней, потому что Бог вот из этих камней создаст. Как мы сегодня проповедь слышали. Неужели ты человек думаешь, что ты меньше, чем какое-то животное? То есть, венец творения ниже там, господин ниже раба. Да никак этого не будет. Так никогда не думай. А здесь... Брат сказал о вере. Еще раз хочу о вере евреев. Ну, как сейчас брат говорил. А я хочу вернуться к нашей вере. Ведь наша вера, она должна, как я, может быть, я повторюсь, вы меня простите ради Христа, что она должна питаться, питаться Словом Божиим. А когда мы изводим только нашу веру, вот мы уже много ходим, мы уже много слышали, и зачем нам нужны занятия, уже куда мы пойдем, мы уже столько лет здесь, в этой общине, да? А если мы не занимаемся этим, не питаем веру, вот, ну, вот, самый минимум, что остается у нас, это совершение молитвенного правила, утреннее и вечернее правило. Ну, прийти еще на богослужение, может, в один раз в неделю, в воскресенье, а в субботу уж нам некогда. то мы, ну, в крайней опасности находимся в этом случае, потому что мы поддались вот этому соблазну от тех, которые ведут невидимую брань постоянно с нами, которые 24 часа в сутки не дремлят, которые убеждают нас, да и этого достаточно, ну, спасешься ты и так, зачем тебе это нужно, остальное-то? То есть, вот эта вера должна быть, проявляться в хождении, в слове, которое должно звучать, слово Божие должно исходить из наших уст, проповедь должна быть. И, конечно, прежде чем проповедить, нужно выпить моря, слово Божие, чтобы потом появились источники, потекли воды из наших уст. Реки. Реки, да. Вот, значит, нужно не ограничивать себя, постоянно помнить о том, что мы ведем невидимую брань постоянную с тем, который нас смущает и который нас убеждает, что, да ладно ты, ну, немножечко ты, ну, отступи, ну, там вот, сделай вот это, вот этого не делай, не ходи туда, да успеешь ты, оставь ты, ну, молитвенное правило, достаточно тебе, ну, что ты, пусть спасешься, ну, придешь один раз в неделю, в воскресенье в храм, а то, может, еще и не придешь. Помнить нужно, что вера наша требует постоянно питания, питания Слова Божия. Прочитаем дальше. Да. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Феофиларс Блаженный. Слова эти находятся в связи с предыдущими и представляют, как бы, вывод из чего-то, прежде сказанного. Но имя апостол высказывает и нечто другое. Иудеи непрестанно искали чудес, даже желали видеть воскресенье. Поэтому, говорит, что вера от слышания и не должно, и не должно требовать ничего более этого слышания. Ибо слышание это непростое, необыкновенных речей, но глаголов Божьих. Посему, если ищешь чудес, которые происходят от Бога, то верь и словам, которые говорят от Бога. здесь только комментарий натих, на слова не должно требовать ничего более этого слышания. смысл сколь необычное читать такие слова для современного православного человека, воспитанного на акафистах и канонах, на приездах, поездках по монастырям и поиске чудес и мироточивых икон. Как все запутали в вопросе спасения со восклицательным знаком? Вера от слышания и не должно требовать ничего более этого слышания. Ну, слышание, оно еще должно быть... А, это слышание, это вот как бы существительное, но оно имеет в себе основу-то слышать, то есть от глагола слышать, слышать, значит работать, действовать, а значит нужно уши свои открыть, это значит нужно свое сердце открыть, когда сосуд повернут вот внешне этим устьем к тому, слышать, к тому, что наливается, тогда он, этот сосуд наполнится, а если ты его перевернешь вверх дном, то ничего в него туда не войдет. Поэтому нужно быть, чтобы этот сосуд был готов, чтобы он был открыт, и слышание, оно это совершилось, нужна готовность, нужна открытость, а тогда и войдет это Слово Божие, тогда и совершится это так слышание, слышание Слова Божие. Ну, а здесь опять мы выходим на благоествование. Конечно. То есть, кто знает и не говорил, тот будет бить больше, бит, бит больше, да. Ну, а кто не знал и ничего не слышал, тот будет тоже бить, но меньше, конечно. Но ему-то от этого легче не будет, что на миллион градусов будет его жарить от Адского озера менее. А вот нас-то это должно касаться. Ну, Слово Божие, сегодня вот Игнатий Иванович сказал, что прям так об открытую, редко он говорит, но сказал, кто-то из нас не прочитал и даже Нового Завета до конца. Поздравляем в обратную сторону. Сказано, слышано. Ну, Библию-то, конечно, не все прочитали, это уж понятно. Это уж, как говорится, точно. Но Новый Завет-то нужно знать как очень наш. Но Ветхий Завет нам проходить не досуг. Это точно. Мы его просто не воспримем. Это очень сложно. Но Ветхий Завет нужно знать тоже. Вот сегодня мы сколько раз останавливались. Вот пророк Исаия. Мы постоянно мы даже не касаемся его. Мы по нему ездим прям сильно даже. Но не так, как по Новому Завету. Потому что Новый Завет это основа наша. Как говорится, два крыла у орла, на которых улетают ко спасению. Это Ветхий Новый Завет. 18 стих. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до предела вселенной слова их. Блаженый Фефлак. Кто-нибудь мог спросить, что же из того для иудеев, если благовестники были посланы, а иудеи не слышали? Апостол отвечает, вся вселенная слышала. Как же не слышали те, у которых апостолы провели столько времени, и от которых произошли? Возможно ли это? Так, ну, комментарий сразу прочитаем, да? Да. Если вся вселенная слышала проповедь о рождении свыше, о принятии веры Христа своим спасителям, о личном сознательном веровании, придя в возраст, значит, слышали все, кроме православных. Священники заморозили свою паству, приучив их строить, стоять мертвыми столбами, на длинных непонятных богослужениях, люди идут в храм отстоять службу. Но Слово Божие предупреждает, что цель прихода в храм в первую очередь состоит в следующем Иклисиас 4.17 Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думали, что худо делают. Сегодня люди даже и не думают, что они худо делают, что богослужение поставили на первое место, отменив проповедь. Прямо у нас сказано, ибо они не думают, что худо делают. Люди идут и идут, и не думают нисколько о том, что они худо делают, что больше ходят просто стоять, а не слушать. А еще больше того есть. Христос сказал, кто, говорит, матерь моей, братья мои. Вот, говорит, матерь моя и братья мои, показав рядом насидящих. Ибо кто слушает слова мои и исполняет их, тот мне и мать, и сестра, и братья. нередко встречаюсь с людьми, которые не знают слова Божие, говорят они, да вот мы жили в такое время, в советское время, когда все запрещало, все это. Ну, вот я могу сказать из своего опыта, даже тогда, когда запрещалось, когда в советское время это было, я был мальчишкой, а бабушка у меня была глубоко вершим человеком, и у нас были священники, которые были, я не знаю, растригами, или как они были, но они не имели одежды, одеяния, но вот они ходили из одного места в другое, и у них были священные книги, у нас в нашем доме были священные книги, читались они, а бабушка общалась с ними, с этими священниками, то есть в то время, когда все это было запрещено, все равно Слово Божие оно было, оставалось, и ну уж в крайнем случае, если действительно никто из людей не встретился, который мог бы тебе сказать об Иисусе Христе, о Спасителе, о Новом Завете, о Благовой Вести, то сама природа, сам Господь, все создавшее вокруг тебя и тебя самого, разум тебе дал, уже это тебе будет в обвинении, что ты не познал Творца своего, потому что используя разум этот талант, ты должен был прийти к познанию своего Творца, и это не будет тебе в оправдании, что ты жил в какое-то время, такое, когда не было, не звучало Слово Божие. Ну я как бы не в оправдании, а так, для полноты картины хотел бы рассказать. Ну тут хорошо, комментарий сказан, ну потрясает все это нас, конечно, но я бы хотел остановиться на всей Вселенной. Ну услышала вся Вселенная глаз Божий, услышала истину Благовествования. Ну и где эта страна, как говорят, где это принцип, в принципе все есть, где оно? Что, Америка? Греция? Тунис? Ну какую страну-то мы назовем? Вся Вселенная одни православные не слышали, написано. Ну а кто слышал-то, покажите мне. Католики? Еретичествующая церковь, папу поставили во главе Христа? Кто? Шведы, у которых уже женщины-священницы? И Норвегии тоже. Ну кто услышал-то? Уняты, Западной Украины? Они вообще с католиками объединились, православные. Так я вам хочу сказать, что вот эти самые православные последние, они последние. Почему? Ну говорит, потому что, говорит, самый малый, говорит, в Царстве Небесном, выше, чем Иоанн Креститель, самый высокий здесь на земле оказалось. Почему? Ну потому что православие, у нас есть вся полнота истины. И вот то, что мы не взяли эту полноту и не стали этим народом истинным, следующим за евреем. Вот за это нам и проклятие будет. За это мы будем последние. Но по слышанию всех слов до конца мы первые оказываемся. Вот в чем дело-то. В конечном итоге мы-то оказываемся первыми. У нас и православие есть, и на русском языке Библия есть уже. Теперь-то мы до конца можем все уже знать. Теперь-то мы уже спастись-то точно уже можем. Ну, или нет, он так и задает вопрос. Если вся проюс слышала, то где тогда все? Где вера эта? Как ее исполнить? Исполнить надо заповеди Божьи. Да кого теперь еще до конца, чтобы картина прояснилась? Невозможно быть целому государству верующему. И опять отчего? Потому что верующими не рождаются, не становятся подданными, а становятся через возрождение. Да, говорит Господь, много злых, но мало избранных. Поэтому в этом и заключается. Поэтому, братья, я хотел так сказать. И вы этого тоже стесняться нельзя, что мы там русские, вот там мы такие, не узнали до конца истину, а другие узнали. Да, много узнали, Лютер много немцам открыл. И две мировые войны развязали немцев. Русские болваны, конечно, что поддержали, и царь Николай, хоть и верующий, то же самое не могу сказать, но безумие было поддерживать эту войну. Ну, поддержали, но развязывали-то немцы, которых было с 1521 года, Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык. они так радовались все, что познали истину, познали в какой-то мере, но однако они же не стали православными. И даже в католической вере не остались, пошли дальше и глубже начало засасывать все. и слышание обратилось в неслышание. Опять, А вот знаешь, вот когда громче, чтобы всем слышно было. Когда Бог Моисеев говорил закон, а потом он же ему еще и устав давал, когда зайдешь на гору и останешься там, но ты должен их научить. Ну, ребята, сдвиньте сюда подальше, поставлю, может сядем рядом. И говорит, и будешь как жертвы приносить, кто ему рассказал, говорит, вот первое, с одной, с первого дня будешь проводить собрание, а потом две недели, через две недели он опять эти жертвоприношения и опять собрание. Так вот он, а о чем они-то говорили на этих собраниях? Они какое-то учение, они изучали или они собрание это службы? Вот что у них было? Служба или действительно собрание? Или как у нас служба этого не была? Не, ну тут слово собрание говорилось в Скине собрание. Ну да, тогда же не было еще храма, тогда только Скине не было. ну там собирались они, то что слово собирались вот, ну а где народ, ну тут главное слово что собрались они, для чего? Господу собрались слушать Слово Его, Божие. Не было же вот такого как сейчас у нас собрались они, стоят и вышли с канилами и говорят давай, пошли каноны тут, этого же не было. слушали то вот устав и слушали они. Ну и примеры наверное Моисей приводил какие-то. Ну вот Игнать Тихонович, у вас были вопросы подобные? Подобные вопросы были? А какой вопрос? Не слышал? Я только зашел. Повторите. Так, озвучи его. Вот мы сейчас собираемся на службу и после службы у нас собрание есть. А вот когда Моисею Бог давал закон и еще кроме закона ему устав ну такой он же ему напрямую говорил и вот говорит что и будешь прежде чем отойти на гору и остаться ты научи народ и говорит чему их научить как приносить когда какие жертвы приносить все ему учит и говорит а вот седьмой месяц первый день будешь проводить собрание всегда проводить и это навсегда им дает в уставе это и потом и потом опять через две недели там получается опять через две недели он там конкретно опять проводится о чем они на этих вот у них там как что в скине собрание они собирались у них там службы были или там какие-то собрания были так так а зачем тебе это ну как это у нас мы знаем а как у них писание молчит а златоуз говорит чего в библии нет о том не рассуждаем эту праздную любопытность златоуз говорит научись не задавать вопросы это достижение что ты библия скрыла а все остальное люди могут только придумать благочестивые измышления предлагать а другие более грубые ну что собирались это определенно написано а чем Илья питается вот сейчас Илья сколько тысяч лет златоуз говорит взят на небо знаем о чем питается не написано может быть ангельский хлеб ангелы питаются или нет не знаем но написано ангельский хлеб если питается то только хлебом потому что написано ангельский хлеб ел человек слово они знают какой он ангельский хлеб это еще Фигнать teach'm они же левиты они не все были верующие они наверное что-то там учили Откуда ты узнал, что неверующий? Опять, зачем тебе это? Ну, сейчас вот так неверующий А теперь какой процент был верующих? Это мы начинаем просто не туда Вот написано, вопрос это, вопрос не по писанию Его не надо отвечать даже В грех не вводи никого Я вопрос задам по писанию Но сначала не по писанию Сейчас вдруг на заправочных станциях появились магазины Называются Подсолнух Ты видел это? А что это означает? Что означает? Подсолнух или что магазины появились? В магазине продают масло Почему называется Подсолнух? Масло? Масло, наверное Растительное масло Я думаю просто это Только предположение надо Кто конкретно знает, так отвечайте Конкретно не знаю Например, а как тебе видится? Я вижу, что цвет подсолнуха Именно такой, желто-черный А именно подсолнухи Магазины появились на заправочных станциях Роснефти У них символы Желто-черный Вот и все Я это вижу Только это А мы можем так предположить Что такая крупная организация Которая желает что-то изменить Они обязательно это выносят На обсуждение своей коллегии И там дается предложение Чтобы не было повторов Если у тех Изюм называется Или курага То здесь они не могут взять Уже это застолблено Подсолнух В первую очередь Как это смотрится Как это на рисунке будет Легко ли запоминается Это все Все абсолютно учитывается И за это Кто это предложил Там может И смысла разгадывать нечто Оно красиво смотрится Представьте Подсолнух Масло А это с маслом дело имеется Какая-то аналогия есть И они за это Кто это предложил И он обязательно получил деньги Я считал Сейчас я закончу Когда новая модификация танка вышла Ну посмотрели все Который этим делом куриру Он говорит Нет Надо еще вызвать Того Кто будет внутри смотреть Ну они Зашли там Изографическое какое-то Училище Или не институт Только училище Поговорили с преподавателем Есть такой человек Который с фантазией работает Не просто переписывает уроки Отвечает А который все время Какие-то пытается Предложения дать Она говорит Есть одна девчонка Она такая прям Доходит до самого последнего точки Давайте ее Познакомились Так вы могли бы нам Залезти в танк И посмотреть Чего нам там не хватает Девчонка в танк Вообще Ну ее посадили туда Она там была Что-то заглядывает Еще там Да подождите Я вот эту еще не попробовал А там Ничего не включить Еще не надо Она там на сиденье Попрыгала Посидела Вылезла Что Вы можете это написать Она говорит Напишу я сейчас Она написала сразу Первое Вот Вот это вот Очень низко Головой я ударил А спрыгала А вот этот свет Рядом с этим Он утомительно действует Через там 27-28 минут Больше не выдержит Надо его перекрасить в синий А вот рядом здесь Говорит зеленый Плавный переход Сделать-то Тогда они решили Вынести на обсуждение Курсантам Этого танка В училище И перекрасили Которые Как прежние модификации Они говорят Вот это перекрашиваю Прям легко Вот так делать Он говорит Выпишите ей деньги Она студентка Ей такую сумму Выписали Военную Это министерство Могло Она испугалась А за что Как За отдельное предложение Министерство Обороны Приняло это К сведению И следующие танки Будут с теми Пометки Какие вы сделали Я думаю Это вот самое На подсолнухе Я только вот Начнем застрелять Что во-первых Под солнцем Легко расшифроваться Как Если взять Малина Там не никак А здесь именно Под солнцем То есть вы попадаете Туда Где мы вас Как под солнцем Держим У вас светлый путь Будет Здесь все заложено В это Некоторые разгадывать Начинают Но это слово Понятное Но в церкви Все за Шифровано И вот Иван Максимович Хороший у него Есть такой Трактат Или книжка Называется Илотропион А переводится Под солнечник Зачем это было Зашифровать И вот там Илля-лля-лля Они не знают Как книга Паралипоменон Как Брежнев С четвертого разгона Только Азербайджан Выговаривал Еще там они могут Илотропион Или Паралипоменон Сказать Зачем это сделали Почему не Не назвали Под солнцем Он бы назвал И все А ведь он это все Сделал-то Еще придать весу Не надо Он архиепископ Дать туда ума Он умница Он канонизирован Зачем Я думаю Это по привычке Надо наоборот Сделать Самое Доступное Бабушкам Чтобы это было Как люто И вот теперь Возвращаемся к этому Ветхозаветнее Все было Зашифрованное А новозаветнее Православие Католицизм Перетащили к себе Игненок Христос Понимаете там Кровь его Да Жертвенник Указывал на крест Там все было В образах А сейчас Выходит священник Евангелия И несет Евангелие Это выход Христа к народу Перед ним Свящую несут А это Это не просто Свящая Это Иоанн Крестит Это свяща Иоанн Крестит А он согласен был Чтобы его Приравнили к этому Посвященному вашему Понимаете что То ветхозаветнее В образах Они сегодня Новозаветнее Зашифровали Как они за это отвечать будут За эти Ильноторпионы И народ Ничего не знает Ничего не знает Вот из этого Мы можем извлечь Вопрос не по сути А из него можем взять Вот Моисей уходил Когда он наказал А Иисус Новин Когда он тоже умирал Он ему передался Он говорит Я знаю Когда я уйду Вы все разворотитесь Закон этот Оставить Вот я допустим Я Ну видите что Порядок Какой общий Устав Это я устав писал Но я сначала Людей Расспрашивал Как надо Я умру Меня не бойтесь Вы разворотитесь все Вы пойдете По разным Пальгоев Николай Был говорит Как воробьи По помойкам Говорит Разлетитесь и все Вы каждый Будьте инициативным Ты видишь Как умно Все сделано у нас Зашли Закрылись Чужим Где сделать Мы ничего Где не прячем Вы это берите И Моисей сказал Даже чтобы не загаживали Пойдешь Застан Возьми лопатку Решила зарыть А не обязательно Что именно лопатка Ты тут сучком можешь сделать То есть мелочи Такие он предусмотрел У нас здесь предусмотрены мелочи Эти как плотно Закрыты шторы Ушли А тогда мы их открыли Кого разрешается приглашать Кого вы знаете Кого проверили Ходить по форме Его привезти А людям не нравится Мы никого не принуждаем Не нравится Нет Вот у нас Был Вася ушел Из-за бороды Бороду надо постригать Не постригать А состриг Мы говорим Ты сострижешь ее Так все получилось Я говорю Ну а теперь Вася А вот мы допустим Сказали Ладно Нам по уставу нельзя Но тебе мы одному Выносим решение Одному можем Исключение бывает Тебя это удержит Не выходить из общины Нет Это только причина одна была Главная причина Это вот как У Малютины Мама здесь Дина Матвеевна была И Накиня Ольга Я хочу ходить Когда хочу Чтобы меня не спрашивали Почему я не была Два года Она чтоб приходила Как своя была В собраниях участвовала Но чтобы я Ни перед кем Не отчитывалась Чтобы я была Не подконтрольной Никому Говорю У нас так не принято Я подконтрольной Батюшка подконтрольной Ну как это так А хочу Там и ходи Где ты ходишь Мы тебя сюда Не завербовали Она как бунтовала Они уходить не хотят Они бунтуют Месяцами потом ходят По городу рассылают Разносят Как он Фаня Позорные материалы Разные Левашова Николая Вот как Вопрос Закрыть А у нас идет Так как апостол Как пришли Собрали людей За свидетельствовать Что Бог совершил Их руками И дальше Юноша один упал Ну и в тихий Говорит Слабый оказался Упал все таки Но он живой Оказался Так что и в тихий Есть с кого взять пример Вот и весь ответ Я никогда На такие вопросы Не отвечал В Библии нет этого О чем речь Об анахе Осваивали север Ну и пусть они Осваивают его Бог не поставил задачу Принимать какие-то обеты Кроме крещения Чистой совести И Осваивать север Откуда вы взяли Это в обязанность Бросать детей Бросать жен Этого нигде не было Каноны специально Анкирского собора Запретили это делать Можно Я думаю Что это Не в защиту Там какую-то Нет Чтобы прояснить Я думаю Что просто сестра Спросила О том О чем Сейчас наболевшие У нас Это О служении Мы же читали Вот тут Вы как раз Мы как раз Прочитали Ваш комментарий Что православные Вот научили их Стоять столбами Ну я ей ответил Говорю что Ну навряд ли Они там стояли Столбами И слушали Акафисты какие-то Это навряд ли Конечно там Говорилось О сути Вообще того Что происходит Ну а что там Говорили Мы же не знаем Да То есть Поэтому-то Я ей говорю Что Как бы Я ее отослал Думал Что Чтобы Как бы Подтвердили Ну вы подтвердили То что Ну не занимались Тогда Тем Чем вот Не надо было Заниматься Что Неизвестно Людям Непонятно было Все Но конкретно Вот когда Язросниеме Увидели Что берут Жен-иноземок Вот И дети наполовину Говорят По-юрейски Половина По-филисимски Они вынесли решение Произвести Во всей стране Разрушение Всех прежних ЗАГСов И которые Там будут Нотари Мешать Туда же Под нож И написано Была осень Дождь И народ Стоял И дрожал Но никто Не уходил Почему Кто не подчинится Этому Конфискации Имущества И дальше Все Он под нож Пойдет И они стояли Старики И дрожали Он что Я рвал бороды И волосы Он Я их бил И говорит Князей этих И представ Вереницами Потянулись Жены Любимые С детьми В другую сторону То есть Был ответственный момент Они Притягивали Обозы Свои В субботу Это нельзя А они В субботу И шли Располагались Чтобы В воскресенье Ну первый день Недели Первым на базар Я узнал И сказал В следующий раз Кто придет К стенам города Все будет конфисковано Больше не стали Говорит Этого делать Надо наблюдать за этим Но у них Он не один действовал Это вся страна Понималась Как у мусульман Если сейчас пост Идет Значит пост И специальные Стражи Исламской революции Проходят И смотрят А тут кто Англичане Тут наверное В них не собирают Зашли Они жуют А что Тяжело было Ну у вас Подписка была Вы должны были По 40 ударов палкой 25 тысяч Долларом заплатить И 4 месяца тюрьмы И вон из страны Вот у нас Ведет этот закон И все село Путин Помаленьку Выщипывает Этих Патриотов Квачкова Там они сидят Их там перечисляют Уже речь идет О сотнях Где-то Ну видишь как На первых порах Да это сходит А дальше Как Бог даст Мы видим В Ветхом Завете Так же было До времени Они одержали А внезапно Яровам появлялся Народ Божий По домам Нет нам счастья Сыни Иисеев Десять колен При свободе Люди не знают Закон Подделайте 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 Чтобы не нарушать его Все Ну ответили на вопрос Спасибо Девятнадцать Девятнадцать Деревьям Раздражаем Девятнадцать Девятнадцать Пример Можно Ну вот Искупление Фильм Когда Захария То стоит И говорит Иуде Ну почти все Видели А вот Мы то Народ Божий Как же ты говоришь Что мы грешники И он Начинает ему Говорить Нет Ты не то Говоришь Это не для нас Нужно Нам надо Уже идти В Иерусалим На праздник Богу поклоняться А он то Говорит ему Слова Со священного Писания Он должен был Остановиться Как и этот Брат его Младший И он Дальше Начинает Повторять Слова Иосиф Иосиф Да Ну я думаю Что вот Тут это раздражение В этом и заключается Что кто-то говорит А как ты смеешь Это говорить Когда Ты кто такой-то Собака Хуже собаки Он Голяху Когда он Скажет А ты Голи Как Пес А ты Голи Хуже Псай Еще прояснить Надо Почему именно Бог раздражает Говорит Я раздражу Это раздражает Человек А почему Бог Говорит Раздражу Потому что Это же Бога Они почитали Что Так Не отвечен Так Кто может ответить Так чтобы Любому понятно было Давай Ну раздражу Это значит Что-то сделаю Такое неприятное Для народа Чтобы он Он проявил Возмущение Ну хорошо Скажи С чем сегодня Евреи Больше всего Возмущаются Больше всего Возмущаются Тем Что им Говорят Что они Распяли Христа И что Вы проклятые Вы проклятые Вы сами На себя взяли Проклятие На нас И на наших Детях Кровь Этого Распятого Больше всего Это раздражает Так Кто еще Что добавит Ну вот Я сейчас Читаю Как раз Когда Неугодный Царь Приходит К власти Люди Перестают Слушаться Бога Признавать Его И он Другие Раду Бог Раздражает Другие Народы На Израильтян На Иудеев Чтобы Они Войной К ним Нет Не хаббат Раздражу Бог Говорит Вы Не туда Ответили Неправильно Мир Вашему Дома Не Не Повесняйте Садитесь Пока Не мешайте Как Раздражу Народом Несущественным Да Здесь Ответ В следующем стихе Следующий Стих Отвечает Только Тот Кто Знает Предположение Все время Тратить Это не предположение Вот он В следующем Стихе Здесь Говорится О том Что Господь Раздражает Народом Именно тем Что Истина Будет Дана Людям Которые Идолопоклонники Им были Которые Израильский Народ Считал Ни во что А Им Дано Будет Истина Им Дана Истина Будет Апостол А почему Это раздражает А как же Конечно Не будет Истина Только Должна Была Принадлежать Кому Только Еврейскому Народу А здесь Истина Будет Крем Христе И все Кто Желает Это Повторить Пусть Даже Другими Словами Но Еще Более Понятно Мысль Уфачина Озвучить Можно Значит Евреи О давай Я Попробую Я думаю Зависти Все Дело Христа Предали Евреи Из Зависти И здесь Какой-то Мы Бого Избран Тут Какой-то Другой Народ Конечно Будет Это Раздражать И Вот Этим Другими Народами Язычниками Бог Будет Их Раздражать Тут Надо Сказать Что Евреи Все Что Там Было Сказано Писание Они Были Научены Воспринимать Это Не Лучше Нас Никого Нигде Нет Рай Небо Предлежит Евреям И они На этом Не остановились Они Дальше Говорят Ну Как же Люди От Такого Же Семени Какое Семя Кто Язычники Это От Скотского Семени Заводится То есть Они Не остановились Дальше Они Уже До Такой Степени Сегодня Шульха Нарухи В своем Руководстве В Талмуде Заврали Что Никакой Границы Нету Как Поносят Они Всех Язычников Там Не Богохульство Там Чистый Сатанизм Самый Настоящий Это Как Так Они А тут Прямо Бог Это Пророк Говорит Что Бог Избирает Другие Народы А Какие Народы Вот С вами Филиссимляне Будут Самарянка Пойдет В рай Как Она Самарянка Бог Раздражил Их Вот Этим Действием Что Избираются Просто Они Придут А то Я Им Повелю Я Им Открою Дверь Покаяния Это От Меня От Бога Иегова Идет А Евреи Прямо Зло Селоп И Когда Стефан Выступал И выступал Савву Тогда Был Еще Савву И он Говорит И Господь Они Слушали Его Внимательно Представь Раввин Говорит Как Иуда Искупление Но Господь Сказал Я Пошлю Ты что Считаешь Они Врать Пойдут Смерть Ему Мало Ему Сорок Человек Не пить Не есть Не будем Убьем Его И он Просто Трофима Не вводила Увидели Скорее Храм Оскверненный Храм Христа Спасителя Не блудиться Плясали Просто Язычник Трофим Грех И они Двери Закрыли Павла Схватили Пошли Убивать Его Они Намертво Стояли За то Что Храм От Бога Обетование От Бога И он Нарушить Нет Он Не может Маленький Еврейщик Сегодня Он Нисколько Не умнее Русского Такие же Двойки Сцепляет Но Дома У него Идут Такие Уроки Которых У русских Ни одного Нет Каждый Маленький Еврейщик Дома Он Слышит От отца От матери От бабки То Что Слышит В фильме Иеремия Когда он Идет И ему Отец Говорит Мы призваны Управлять Миром И все Царства Мира Поклонятся Нам Принесут Золото Открывает Места Писания Сынок Веди себя Как должно Учить Хорошо Ты не глянь Не на этих Русских Это рабы Это скоты Его вот Как учат Откуда Ты это знаешь Это я знаю От того Что пишет Кто среди них Был учителем И теперь Он материалы Опубликовал И они у меня Все В 24 томе Публикованы Материалы И поэтому Бог От Бога Поэтому Бог Раздражил Неязычники Тем Что открыл Двери Для язычников Понятно И вот То Когда начинает Человек Только мы Никого у Бога Больше нет Одним мы Избраны Позвольте А на каком основании У еврея Основания этого Не было Пророки Говорили о том Что для всего мира Придет спаситель Они прямо говорили Но они остановились На этом И до конца Будут стоять Ну знаете Был такой Вау Сенрикю Руководитель И он предсказал Кончину мира А кончины мира нет Они ядовитый газ Завин Закатили его В бочки В метро Открыли его И люди начали умирать Кончину света Хоть в одном метро Устроили Помочь Богу Ну 21 декабря Должен был прийти Бог Не приходит Давайте поможем ему Под пришествие Христа Многие умрут Давайте умерщить Людей убивать От кого это Вот евреи Своими руками Пытаются сегодня Воцарить его Своими руками Пытаются через Комитет 300 Вот это Как называем Протоколы Верно или не верно Это Бог знает только Но сегодня все Прямо по ним идет И они хотят Воцарить его Золото мира У них в руках Ну заметьте Баптисты Везде проповедуют Чтобы люди Мусульмане Везде проповедуют Везде Чтобы люди Приняли обрезание Стали мусульманами Мусульманином Делается это не христианином Если мусульманин Один Два человека Если есть А перед ними Русский один Они взяли в плен Ты мусульмана Принимаешь Мусульма Нашу миру Миру Громко кричи Я магометанин Там Три раза кричим Все Теперь назад Хода нету Даже ты домой придешь Теперь пойдешь в храм Ты все равно На прицеле Тебя зарежут У них это очень просто И быстро делается Если ты уже там В этой среде есть Ты полностью здесь повязан И ты должен мыслить Как они Отступник от него Я видел Картинки Как казнят Растягивать На такие Он никуда не может Но руки Ноги И они сидят Там жаровня А рядом Швирь железный Задница на нем сидит Девушка там Одна изменила И дальше опускает Поднимает И что делать Там Пыточные камеры Я это не видел Я просто картинки видел Это инквизиция Та же самая Петр Первый Пытал НКВД Ничего нового-то нету Говорят Что если бы Евреев не гнали В России Революции здесь бы не было Я не знаю Ну революция могла по-другому быть как-то Но богатство мира Должны были к ним отойти Почему эта задача стоит И теперь они Все проповеды к себе тянут А у евреев наоборот Все силы брошены Чтобы к ним никто не пристал Совершенно противоположно Вот я сейчас пришел и сказал Я хочу быть иудеем Как Ахиор Ну помните Иудив когда голову-то оттяпал Он обрезание принял Но он только в четвертом колене будет Праправнук только Будет уже считаться иудеем То есть они будут жениться на еврейках Только в четвертом колене А по-другому можно Нельзя по-другому А почему А как они думают захватить мир Золото За золото сейчас В милиции В 30 раз увеличили жалования Он умрет Милиционер никуда не уйдет Я говорю буду стрелять Кого хочешь Лишь бы мне зарплату не Ну писать На пенсии идет судья Сейчас я не знаю кажется 60 что ли тысяч пенсия Лужков пошел на пенсию Там по недоверию Президент тебя убрал 220 тысяч ежемесячно Это сегодня пишут Нормально? А почему евреи? Потому что самая богатая женщина в стране Батурина Это его жена Речь идет о прибыли В миллиарды долларов Каждый год Это все евреям идет туда Что я должен христианин делать? Я Бога благодарю Что нет войны Что Бог мне подложил на сердце Не ожесточиться А они покупают все Все воинские части В Америке Везде подчиняются им Израиль Там вот такая полоска Только на берегу моря Два миллиарда мусульман Ничего не могут сделать Их только толкни Не толкнешь Американский плод окружает все время рядом Израиль помогли иметь атомную бомбу И он все время ей машет Хотите я вам на башку посыплю порохом Вот и все И с ними ничего нельзя сделать К еврею никто не должен прикасаться Вы знаете Сталин когда объявил дело врачей Он сразу же ушел Говорит скопытился Гитлер объявил войну Не евреям Он самому себе Своему строю Сегодня понимают Умнее Гитлер За 2000 лет После Христа Никого не было И он сгорел на евреях И к евреям Можно относиться Только благоговейно Это избранники Божии Это захватка мира Ты должен молиться И просить Чтобы они познали Бога Приняли истинную мессию Христа И сохрани Бог Тебя где-то на евреях говорит Ты теряешь начало благословения Мне это понятно было С первого дня Так они захватили Они уничтожают русский народ Тысячу раз ты прав Но не трожь еврея Так это они делают Не трожь еврея Я буду долбить на каждом шагу Так ты что выкормишь еврейских Как хочешь считай Еврея не трожь Я еще раз спрашиваю Ты теряешь благословения Няня Они не потеряют У него их и нету сегодня Потому что они делают дело сатаны Гонят людей Они вас орят антихриста Не Христа Мы то знаем А нам обидно Что они на нас там говорят Что Христос в аду мучается В испражнениях А им не обидно Когда говорим Что их в машах Антихрист Им тоже обидно Их понять то можно И поэтому Ну не надо Так уж С каждым словом Привязываться Вот мы считаем Писание Евреи тоже это читают Но бедоват это Павел Зря его не убили тогда А того послания бы не было Я им доказал Беседуя с евреями Что Кого вы почитаете Это были антисемиты Как Как Фаня Заделась на меня тогда Я говорю Да вы был антисемит Почему А как он громил евреев Посмотри Нет делающего добра Нет Он не о стих землянах Говорил Он говорил об евреях Ты почитай Где он говорит об евреях Ходят как волки Воют шакалы По стенам Ищут меня Ни одного делающего добра Нет Все совратились Он говорит только об евреях Исаия говорит Князья Содомская Гоморская Это говорит Князьям Иерусалима Переде написано Князья Иерусалима Не были язычниками По их меркам Сегодняшим Это были антисемиты А мы знаем Это были настоящие патриоты Как Еремия Они хотели отвести Уже назначенный гнев Божий Ну фильм Еремия видели Он одно Долбил и долбил Ну царь Ну ты можешь хоть раз То сказать Ну и куда Сыновец закололи На его глазах Самому глаза выжгли Все А Еремия Отпустить на свободу Пусть идет куда хочет Мне вот всегда Вчера один Напал на меня В интернете Вы что из себя строите Вам позволило Святых касаться Вы то другое А совершенно не знает Писание А вот за каждую Буху цепляется В переводе Это не так Это не так Если на русский язык Перевести Это революция Это видите В 76 году перевели А уже в 17 Была революция А почему же Так долго не было Я хотел спросить Тогда Я уже спрашивал А почему кто Библию считал Никто в революцию Не пошел Почему ты не знаешь Ни один баптист В революции не участвовал Ни один баптист В революции не участвовал